меня зовут борис сегодня я буду вашим экскурсоводом по этой выставке сразу скажу что я здесь не истина в последней инстанции и как раз очень хорошо здесь что здесь студенты факультетов истории как я понимаю да и политологии искусств да ну в общем те люди которые тоже это профессионально хотят заниматься исследованиями памяти исторической памяти культурной памяти и призываю вас к диалогу чтобы вы тоже как-то каким-то образом реагировали если у вас есть какой-то комментарий какой-то вопрос сразу по ходу экскурсии задавайте что-то комментируйте это приветствуется всячески возражаете если у вас есть что что возразить а мы сейчас находимся в академии постдипломного педагогического образования именно в этом учреждении в общем сюда приходят педагоги их каким-то образом переквалифицируют так как раз проговариваете новые какие-то темы методики в том числе и в истории в историческом образовании и поэтому здесь не случайно именно здесь пресс проходит выставка об учебниках и а и организаторы этой выставки являются представителями гражданского форума ес россия этот форум организовался именно для того чтобы был диалог на между разными гражданскими организациями ну и способствует тоже ну такому межообщественному до диалог если как бы государство час часто но развивать какую-то конструкционную риторику да то задача гражданских организаций ну каким-то образом сглаживать эти углы и соответственно это такой вот форум в котором есть разные рабочие группы в том числе и группа по исторической памяти и просвещению вот разные там люди туда вошли ну вот в частности там находятся представители вот шести государств до шести сообществ россия представляет роберт латыпов мемориал чехия литва италия германия вот из этих обществ да вот там представлен в этой рабочей группе и поэтому понятно что и отборка до отбор учебников был ну исходя из того что вот мы представляем вот те то сообщества вот с ними мы пытаемся поработать да поэтому здесь на этой выставке и на представлены у нас значит национальные учебники германии россии италии чехии больше и литвы и выставка разделена на две части вот здесь организаторы попытались но каким-то образом выявить вот эту специфику на вот этих национальных нарративов о истории второй мировой войны а вторая часть выставки она находится здесь справа она представляет но тематическую часть исследования то есть как представлен тема там жертв войны памяти проходите пожалуйста всех приветствую мы уже начали 15-минутное опоздание академическое у нас академическая аудитория поэтому академические правила но всех приветствую и а и только вот начали просто рассказывается как организована выставка так что и начнем мы с вами ну вот вместе я приглашаю вас вместе к исследованию этого пространства этих нарративов еще раз да я не истинно последние станции а вот если у вас есть какие-то критические моменты до вопросы какие-то задавайте и вот мы как-то вместе в диалоге будем это обсуждать и после такой небольшого обзора у меня еще будет небольшое такое интерактивное упражнение для вас чтобы мы его может быть по дискутировать хорошо и так вот давайте каким-то образом начнем на самом деле здесь нет какого-то ну определенного маршрута да потому что это ну вот люди собрали какие-то факты из этих учебников да вот некая презентация кстати исследований да тоже с этой стороны можно посмотреть на эту выставку ну давайте вот пойдем как как здесь расположены эти баннеры но прежде всего да хотелось начать еще с того в чем вообще цель до исторического образования зачем рассказывать о прошлом в школе у кого есть какие комментарии ответы на этот вопрос зачем как вы думаете рассказывать о прошлом в школе или в университете да да давай и то что и свое личное мнение то что как и что государство государство навязывает определенную идеологию а так мое личное мнение что история должна всегда заставлять заставлять думать анализировать быть максимально нейтрально чтобы в дальнейшем не допускать ошибок но к сожалению всегда это человеческий фактор эмоциональный и тому подобные денежные союза тоже это играет большую роль чтобы не допускать ошибок вот да например а хорошо а у кого еще какие ответы зачем рассказывать о прошлом в школе что лучше делать прогнозы на будущее возможно чтобы прогнозировать да так еще зачем чтобы понимать как мы оказались в таком настоящем так понимать свою национальную идентичность с в принципе культурную память о здесь интересно национальная идентичность возникает так еще зачем ну хорошо не буду вас мучить начну с цитаты известного историка и тоже автора учебника Игоря Долуцкого если кто-то и ставит задачу воспитывать патриотизм на уроках истории это его право мне же кажется мы должны занимаясь историей учить детей истине во-первых в том виде в каком каждый учитель это себе представляет а с другой стороны поскольку никто из нас не претендует на конечное знание то лучше ставить чисто прикладную задачу как ребенок вместе с учителем приходит к тому что может называться истиной даже не важно совпадает ли это искомое с представлениями других людей или не совпадает то есть на своем практическом уровне надо научить ребенка удивляться ставить вопросы искать с помощью разных в том числе и из учебника разных дополнительных источников и учителя тоже ответы на эти вопросы а будет ли там патриотизм это дело прикладное не это вообще главное не это цель как вам цитата согласны не согласны с этой цитатой вот что есть истина возникает вопрос сразу же то есть скорее не согласны да да скорее нет тут вопрос квалификации еще на мой взгляд потому что тут момент где говорится о том что это зависит от того как представляет себе учитель тут стало быть очень многое ложится на плечи учителя у него очень большая ответственность и главное чтобы учителями истории были люди которые смогут эту ответственность достойно внести так квалификация учителя возникает сразу вопрос да хорошо что еще думаете здесь очень философский рассуждение мне кажется для историка вообще понятия истинности она конечно имеет какое-то значение но чтобы учитель с учеником пришел к какой-то истине на уроке это вообще не так идеализировано а такой да он идеализатор скорее а к чему должны прийти учитель и ученик или только ученик ну если трактовать исторический источник может быть но это не будет истинной это будет попытка анализировать источник собственно научиться это делать но не прийти к чему-то к какой-то истинной посрединфанции то есть на твой взгляд важно только метод да усвоить а уж про что это уже не важно ну это могла может быть целью ну какой-то достижимой в всяком случае да так у остальных какие-то есть ответы ну хорошо чтобы отстранить эту цитату еще вам следующая цитата последний и мы переходим из историка культурного стандарта нашего замечательного 2015 года что он нам говорит что важно сформировать представление об основных этапах развития многонационального российского государства что воспитательный потенциал исторического образования его исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма вот вот конкретика вот конкретика это вот наш с вами историко-культурный стандарт 2015 года к слову сказать учебник учебник Игоря Долуцкого он был изъят да то есть снят грипп с него еще в 2003 году и тогда Виктор Болотов заместитель был председателя он заместитель министра было по образованию он аргументировал это следующими словами учебник под редакцией Долуцкого был написан в 1994 году напомнил замминистра в то время существование этого учебника было оправдано и уместно однако сейчас сказал мы работаем не на позицию и столкновение мнений не важно левых или правых а на выработку взаимопонимания в обществе и он с этой точки зрения излишне политизирован вот это Виктор Болотов 2003 года соответственно ну вот давайте имея вот этот ну этот вопрос в голове перейдем уже к самой выставке и на самом деле мы будем все время спотыкаться на этот вопрос в чем задача в чем цель нашего исторического образования ну вот давайте посмотрим на Италию как они представляют вторую мировую войну обращаю ваше внимание смотрите такая стату здесь пропавший русский фронт в памяти итальянцев о войне важное место занимает русская кампания 1941-1943 годов однако она практически не отражена в учебниках как вам эта цитата видите ли вы в этом противоречие какое-то большое место занимает русская кампания однако она практически не отражена в учебниках понятно как она получила это место в сознании где они говорят когда есть у них в учебниках вот да то есть что такое память это некая некий нарратив да но он не существует в безвоздушном пространстве он не существует в вакууме он должен подкрепляться каким-то текстом да текстом ну вот в частности учебника если в учебнике нет так почему откуда мы взяли что память в памяти итальянцев о войне важное место занимает русская кампания мне вспоминается фильм по солнухе с Софи Лореном да очень известный популярный и у нас и там у нас но мы сейчас говорим про этапа в италии насколько понимают тоже он известен ну это хороший кстати вопрос для вас для исследователей поисследовать а известен ли там фильм Софи Лорен и вообще какое он место занимает но я обращаю внимание на некое противоречие да что в учебниках то нету этого на самом то деле и поэтому ну насколько мы можем говорить а что там в памяти у итальянцев как это можно померить как это можно про это говорить с какого года вот смотрите важный вопрос что если это недавние события то их помнят и независимо от учебников просто всем их помнят да ну вот здесь на самом деле это вообще не цитата это соответственно высказывание самих исследователей да самих организаторов да цитата здесь вот что наступление в котором были задействованы итальянские войска развивались в основном на двух фронтах и причем они подаются так что в учебнике Джордино этот эпизод отмечен лишь одним предложением то есть именно как аргумент в пользу того что это не представлено на самом деле в большом объеме про русский фронт там ничего нет да я вот смотрела разные источники международные я просто изучала плотно для себя вторую мировую войну то что там это очень мало где указано про фильмы там тоже почти ничего не сказано то что я вообще сегодня я первый раз услышала что итальянцев то есть я изучала и не как русскоязычные так и англоязычные источники я работал с итальянкой лет 15 назад когда там в правозащитной организации работал у нас практикантка была и она говорила это был где-то может быть 2001-2004 год она говорила что вторая мировая война не входит в программу вообще и объясняют это тем чтобы не порождать среди детей рознь она говорит что допустим у кого-то дедушка был фашист у кого-то антифашист чтобы они там не подрались не поругались в принципе только до второй мировой войны программа доходит и дальше не продолжается вот очень важное замечание да изменение вот этого дискурса в культурной памяти то есть если да здесь как бы смотрите мы здесь работаем с текстами учебниками уже статика да то есть 2011 году организовалась группа то есть исследования они делали ну вот 2014-2013-2014 год да то есть мы не знаем не видим учебников там 60-х 70-х годов мы уже анализируем результат то есть нулевых годов середину нулевых годов а и вот когда я тоже думал а как организовать экскурсию то есть что мне рассказывать вот здесь надо говорить о каких-то да каких-то конфликтах каких-то коллизиях да вот что обрамляет этот текст так вот в 60-е и 70-е годы в Италии очень большое место занимал дискурс о сопротивлении да антифашисты сопротивление фашистам как раз которое связано конечно было с левым движением очень сильно и это очень важно да коммунисты соответственно в 80-е годы происходит некий слом слом этой памяти изменения в 90-е годы вот исследователи это связывают очень сильно с Берлускони да вот такой некий некая реставрация и происходит изменение вот с такого бинарного взгляда да антифашисты сопротивления против фашистов на дискурс о гражданской гражданской войне то есть множество групп и все воевали против всех и это то есть совершенно по-другому начинают трактовать и те силы которые были профашистские да с другой стороны конечно же Италия она не может ну выйти из этого общего западноевропейского тренда а к которому тоже западная Европа подошла ну вот в 70-е 80-е годы а институциализация то есть создание всей инфраструктуры произошло в 90-е годы то есть концентрация памяти на жертвах холокоста да то есть здесь мы видим что расизм как часть фашистской идеологии да то есть и соответственно и муссолини и в принципе гитлера вместе то есть они не могут это отрицать отрицать жертв холокоста замалчивать и да это то есть невозможно да то есть в нем открыто заявлялось что евреи не принадлежат к итальянской нации да то есть в учебниках это есть это представлено что манифест с одной стороны манифест да с другой стороны обсуждение этого манифеста видимо есть да если да про расизм говорят а не только про фашистскую идеологию да что у нас в России мы часто тоже это смешиваем что являлось фашистским движением да а что являлось национал социалистической идеологией а про Козе Ностро дело победы над фашизмом ничего не говорят ну можно рассказать что это не леваки какие-то которые сидели там в центральной Италии а где юг Сицилия в общем наша сконно-посконно итальянская идея в общем мафия победила фашистов ну в смысле при помощи союзников ну вот я не увидел это в том да в том отборе материалов что мне предоставили организаторы выставки да про Козу Ностро там не было вот но наверное для тоже это имеет да определенное значение то есть можно это поисследовать как как это было да но я именно говорю про то какие соответственно сдвиги происходят в памяти да и что мы этот текст должны тоже вот в рамках общих дискуссий анализировать учебник то что вы сказали что там как бы представление о том что это левые партизаны это же популярность в основном после шестьдесят восьмого года насколько прям идея получает шестьдесят восьмой студенческие восстания в том числе в Италии вот в общем партизаны которые вот бились песня Белла Чао которую кругом значит поют в том числе и в Советском Союзе и так далее да вот ну так я просто да да ну вот и я говорю что сегодня этот дискурс меняется да что ну вот видите неоднозначные оценки движения сопротивления то есть другие группы тоже выходят на поверхность и они ну становятся легитимными да ну давайте не слишком долго здесь задерживаться что важно что конечно же есть и умолчание определенное где здесь о том что о колониальных войнах да Италии соответственно в Африке и так далее то есть мы это тоже должны анализировать с вами что не только представлено но и что умалчивается что замалчивается в учебниках вот но Италия это все-таки да часть вот это вот западноевропейской памяти здесь вот на выставке еще будет одна страна Германия это тоже часть да и мы увидим их тоже сходство и очень важно понимать что ну как бы в европейской памяти да или вот в общей вот память там внутри тоже есть свои расколы что вот есть такой стереотип что вот у нас вот мы в России определенным образом трактуем Вторую мировую войну Великую Отечественную а вот там на западе они ничего не понимают но у них свои тоже есть расколы и на самом деле не только по национальному национальная есть специфика но и внутри национального тоже есть свои дискуссии да и мы здесь еще не затронули конечно которые те скандалы которые возникают например по поводу в роли церкви да Ватикана Пий 12 да и вся дискуссия а почему он не высказался против нацистов да периодически возникает и бурлит это все дело и это тоже вопрос а как к этому относиться и как как эти дискуссии влияют на на учебники и представление этого материала в учебнике вот тоже нету как то вот не представлены это религиозные материалы или по крайней мере вот организаторы не обратили на это внимание ну давайте перейдем к следующему стенду и здесь в отличие от западноевропейского опыта у нас уже немножечко другой опыт да Чехия бывшая Чехословакия то есть с опытом да вот определенного ну долгое время находилась да в пакте да в аршавском пакте соответственно память тоже по определенным образом выстраивалась немножечко по-другому чем в западной европе давайте обратим внимание вот на эту фотографию что вы видите вот на этой фотографии разные реакции людей совершили гитлера какие вы можете считать реакции что конкретно какие это реакции реакции мы видим восторг ага облеченность и горе горе с подозрением не знает что ожидать вот этого да ага с одной стороны вроде бы горе а с другой стороны но они все тянут руки да на самом деле тут вообще не очень ясно дело в том что это же город Эггер советская область то есть там жили в основном немцы и в принципе мы не знаем что на самом деле чувствовала эта женщина вполне возможно что это были слезы радости что на самом деле настроения это были действительно очень сильные по-германски но в прошлой группе мне тоже сказали но так шуточно что здесь радость ну не знаю вот у этой женщины радость кто-то говорил он просто не вышел да да почему он руку приветствует и тянет вот а почему действительно как вы думаете может человек вот с одной стороны он ну не очень даже и приветствовать вступление нацистов но все равно тянет руку почему тогда не плакать потому что одно из двух да поэтому скорее всего действительно она у него слезы облегчения что-то своих дождалась то есть вы не можете представить ситуацию когда человек он ну не согласен абсолютно с этим действием но он все равно выполняет это тогда не плачет нет ну есть выражение натянутая улыбка да ну ну и то есть если ты пытаешься следовать за толпой чтобы тебя там не дай бог потом не порешали да ты вряд ли будешь открыто демонстрировать свою неприязнь или там какое-то горе вот таки конечно ну ну может быть просто лук резало только что лук резало у нас есть пример 2014 года где там очень много всяких съемок там бабушки в Крыму плачут от радости что зеленые человечки появились в принципе по аналогии можно сказать что это какой-то есть естественная естественная реакция есть случайно шлюзов ну смотрите да здесь тоже вопрос в том что ну нам даже хотелось бы чтобы она горевала да но она может быть просто расплакалась от радости как я понимаю здесь парадокс именно в том что мы не можем представить что человек горюет и вместе с тем тянет руку вот это в нашем воображении у нас не вписывается и но вопрос в том что то да возможно там сгоняли даже людей да и она вынуждена тянуть руку но вместе с тем она не может сдержать в данный конкретный момент это просто психологически недостоверно в данный конкретный момент иногда плакать не будет потом она вернется домой сядет и поплачет она же могла остаться в стиле да а почему нет да а вы знаете когда как если сгонять людей ну определенным образом да ты не можешь выйти ну из определенной ситуации может быть действительно она и хотела остаться но она не смогла тогда ее подвержат астракизму ну смотрите да уже разные да действительно это не большая такая провокация с моей стороны но здесь мы видим что действительно разные реакции все таки это не вот так не женщина да я думаю что все таки реакция всегда одинаковая всегда приветствует победителя приходят немцы радуются немцам приходят русские радуются русским тот кто не радуется сидит дома те кто хотят как это быть в первых рядах они всегда приветствуют власть поменялась надо быстренько перестроиться а согласны с тем что всегда все приветствуют и публично не выражают это не ну я бы посмотрю но я с этим конечно очень сильно поспорил потому что не только вот касательно второй мировой войны но много таких случаев когда специально провокацию провокацию делать чтобы привлечь внимание чтобы там против тоже можно выбежать там совершенно разные могут быть и реакции и способ выражения всего этого на таких мероприятиях хорошо давайте дальше двигаться действительно вот ну разные и здесь я хотел показать что разные эмоции и по-разному встречать и действительно ну не все то есть для чехов очень важен конечно тридцать восьмой год аншлюз вот судеты и вот для них конечно война она вот в это время началась вот и для них это очень важный этап а вот убийство гедриха вот понятно что вот партизанского никакого движения ну вот в чехии там не было такого активного но вот что для них важно это события убийства рейнхарда гедриха да это один из функционеров высшего эшелона власти вот нацистской германии который участвовал да вот в знаменитой вот этой ванзейской конференции об окончательном решении еврейского вопроса он был генерал-губернатором да вот морали богини и в общем парашютисты чешские они вот его убили за это нацисты уничтожили практически да сравняли землей деревню ледицы и вот это место сейчас является таким очень знаковым мемориалом для чехов ну то есть практически всю деревню они просто уничтожили женщин детей вот и вот именно за это убийство скажите пожалуйста не знаете насколько отражена в лечебниках в памяти об этом событии участие лондона в операции которая на самом деле имела решающее значение или это вот такие нас герои которые назвали скорее это нас герои да то есть такой гларифицирующий да скорее нарратив вот то есть хотя вот для чехов смотрите Уинстон Черчилль он является главной фигурой вот хотя вот здесь они со Сталином расположены вместе да это из учебника это из учебников значит значит понимать сложно да ну давайте какую цитату в результате войны да да Европа была разделена железным занавесом и поскольку мы оказались в восточной сфере влияния нужно четко понимать как это произошло ну вот как вы это понимаете без контекста сложно а здесь кто может это проинтерпретировать железный занавес это про что какие были посылки к такому разделению между строгим между коммунистическим и таким либеральным обществом западноевропейским ну да то есть железный занавес это после да того как возник возник возникли определенные ограничения да после Варшавского договора на передвижение на на то чтобы чехи могли например поехать там в США или в другие европейские страны железный занавес ну надо объяснить вообще что такое железный занавес вот да то есть это определенная метафора вот этого разделения между как называется биполярным да миром условно там миром коммунистическим советским и миром условно говоря западным но это как вот именно подается в учебник а понятно что как бы контакты были но не такие массовые то есть условно говоря вы не могли купить билеты просто так поехать там не знаю в париж да там вам нужно было пройти разные процедуры и вот их интересует а как это произошло что мы вот оказались в этом железном занавесе и это дискуссия для них важно конечно вот тоже про с критикой тоже тех условий коммунистической системы но это такая довольно мягкая критика например по сравнению с литвой но мы к этому перейдем что здесь еще важно а здесь это не представлено я посмотрел еще материал определенный а и есть был вот во время этого во время второй мировой войны такая такое местечко как лете на самом деле там несколько было таких местечек а где был концлагерь трудовой концлагерь для цыган вот и было несколько местечек для цыган их там в общем ну в принципе убивали да принудительными работами ну вот уничтожали а все как вы думаете вот после того как все это произошло а что в 1972 году там вот сделали но это уже можно сказать при советской власти да уже чехословакия они в рамках варшавского договора что вот в 1972 году вот на этом месте вот в лете что они сделали тюрьму могли сделать тюрьму для тюрьму для участников 68 года тюрьму для участников 60 а коммунисты против пражской весны так понятно интересно по аналогии с германией надо понять что лети это такое знаете место такая деревушка в лесах то есть это недалеко от праги но это в общем не в самой праге это там фабрику деревообрабатывающую фабрику так еще какие есть на мнение ну оказался самым близким к варианту сделали свиноферму в 1972 году вот на этом месте там где убивали уничтожали цыган и сегодня сегодня вот ну очень такая серьезная серьезная дискуссия возникла в Чехии да и вообще в Европе а что делать с местами где уничтожали цыган вы знаете может быть что в совете европе ну и в европейском союзе есть программы поддержки цыган ну вообще программы этнических меньшинств но в частности очень серьезная программа поддержки цыган и образовательных программ против антицыганизма да потому что ну это такой приоритет да и вот сегодня в Чехии они бьются дискутируют что нам делать с этой свинофермы это что это же у нас предприятие экономически выгодное оно дает нам продукт оно дает нам рабочие места да что нам делать с этим с другой стороны цыганское движение да ромское движение вот в Европе цыган называют рома или синти это западные цыгане то есть и активисты проводят около этой фабрики этой свинофермы акции да против этой свинофермы да и вот бьются люди а на ваш взгляд что нужно сделать вот с этим местом это слишком символично чтобы оставить там свиноферму я думал что это еще обрабатывающее производство это еще важно ага свиноферма это свиноферма а что делать тогда с людьми которые там работают их что увольнять перенесите свиноферму это экономически невыгодно то есть постановить мемориал 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 это очень выгодно и этически вот это было бы очень по нашему знаешь такое примирение посмотрите это я говорю вам о конфликтах да вот культурной памяти которые сталкиваются с другими интересами в обществе в учебниках про это нету пока что будем надеяться что они будут через некоторое время а другая страна тоже которая принадлежит восточноевропейской памяти это Польша давайте перейдем а что здесь важно да что Польша конечно воспринимает вот начало Второй мировой войны как что она оказалась вот в одиночку против двух врагов да против нацистов и совет очень интересно да вот как вот этот вот советский пропагандистский плакат тридцать девятого года чем аргументировали советы на тот момент как бы сказать политкорректно присвоение да этих земель а идеи освобождения угнетенных белорусских и украинских крестьян не всегда так это не только на территории Польши но и финская война тоже везде один аргумент угнетение несчастных до тридцатых годов и двадцатых это вообще самая главная тема естественно естественно ну вот вопрос что здесь естественно а что нет не ну как бы это вписывается в политику вообще в отношении западных государств пропаганда коммунизма ага все нормально ну вот здесь смотрите здесь не пропаганда коммунизма здесь про освобождение белорусских и украинских крестьян про Польшу здесь ничего нет да она подразумевается явно собственно говоря там весь статистик строился на том что польские паны убедят белорусских украинских крестьян и рабочих там это все так подавалось я бы изучала историю Польши не только в контексте этого мирового войны делили большую часть ее существования делили первое Российская империя то что там запрещали там польский язык польская культура Польша немножко освободилась потом через 20 лет когда ее большевики то как ее большевики пытались обратно проявлять снова опять под свое влияние поэтому у них еще и такой менталитет сохранить польскость себе поэтому они понимают почему они русских недолюбливают кто недолюбливает русских больше ну вот тоже у нас возникал вопрос на прошлой экскурсии про недолюбливать русских ну здесь то есть ты сейчас воспроизводишь те поляки какие-то говорили что мы не любим русских сегодня я просто разные источники но у них просто такое прослеживается я и нейтральные источники читала типично польские что все-таки это какой-то ниткой есть даже в том же художественном сериале я смотрела там недолюбливание не только русских даже самого коммунистического режима социализма вопрос мы сейчас смешиваем любим что поляки мы должны как исследователи анализировать а что вот тебе полях рассказывает условно говоря он не долюбливает русских я не знаю а он вспоминает те коммунистические условия в которых он жил или он вспоминает систему которые буби Россия ? Ну, давайте смотреть. Им это не нравится. Это у них очень четко прослеживается. Россия это фактор силы исторической, которая угрожала Польше. Поэтому, конечно, они не любят Россию. Здесь вот как раз много дискуссий. Но давайте их оставим на потом, чтобы нам сесть удобно и пора это поговорить. Что важно здесь? Что в учебниках определенное место уделяется украинско-польской войне. Война внутри войны. Это знаменитая тема с Волынской трагедией. Или как в прошлом году польский Сейм заявил, что это геноцид. Украинская повстанческая армия. которая имела свои определенные интересы на эти земли Волынь. Волынские земли. И она действительно проводила там этнические чистки. Ну вот на самом деле вопрос, как это все называть. И как и что следует за тем, как мы это называем. Геноцид, например. Назвали геноцидом. Что следствие какое после этого? Вот на самом деле это серьезная сейчас дискуссия между Польшей и Украиной. Как это все называть? И много в Украине сейчас возмущаются политиков, общественных деятелей, что это не геноцид там вот УПА совершала, да, а что это вот была действительно такая вот война одних против армий, против других. И армия Крайева там наступала и тоже убивала украинцев и так далее. И ну вот здесь, соответственно, ну, трактуется это определенным образом. Дальше. Конечно же, вот за последнее время на Польшу, польскую культурную память очень повлияла книга Януша Гросса. Кто-нибудь читал «Соседи»? Януш Гросс. Я это не читал. Прочитайте. В Европейском университете, кстати, есть в библиотеке эта книга. Он, кстати, к нам тоже приезжал европейский. Вот. И эта книга о том, что в местечке Едвабне поляки, да, вот люди с польской этнической группой, да, убивали, соответственно, евреев, да, своих же соседей. И эта просто книга вызвала очень мощный скандал. Более того, вот в 2016 году Гросс заявил в газете «Ди Вельт», что поляки даже убили больше евреев, чем нацистов. И вот это высказание, к этому высказанию в Польше очень прицепились. Да? Ну, Януш Гросс, он сейчас в Америке, вот, он не в Польше преподает, в Америке, вот, но на него прямо завели дело в Польше в самом. То есть сегодня, то есть считается, что он оскорбил память, да, он оскорбил польскую нацию. То есть там есть закон об оскорблении польской нации. То есть вот мемориальные законы, это тоже очень серьезная проблема. И вы знаете, что может быть, что в России тоже у нас есть вот в 2009 году возникала комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории. Ну, вот в 2012 году она прекратила свое существование, эта комиссия. но аргумент вот этот вот по поводу фальсификации, он остался в принципе в общественной дискуссии у нас в России. Да, и более того у нас существует закон, да, тоже мемориальный закон о реабилитации нацизма. Это уголовная статья. Статья 354 пункта 1 о реабилитации нацизма у КРФ. Вот, он принят в 2014 году, 5 мая. Это достаточно серьезный такой закон, и уже вот в июле 2016 года суд Перми оштрафовал блогера за то, что он репостнул сообщение, что вот СССР и Польша вместе соответственно напали на Польшу. Его штрафовали на 200 тысяч рублей. То есть, больше информации о том, как работает этот закон я не нашел, но вот то, что вот этот блогер Владимир Лузгин получил такой штраф в Перми, вот это факт. Да, и на самом деле это серьезно, вот эти вот мемориальные законы, это серьезное ограничение для нас, как для гражданского общества, для исследователей, для историков по тому, как нам трактовать историю, как интерпретировать те или иные факты. Это очень серьезный вызов. что касается вот этих мемориальных законов, что в Польше, что в России, это вот сегодня такие очень схожие тенденции. Давайте дальше. Литва. Чем Литва отличается, чем ее специфика? Это, конечно же, специфика ее это антикоммунизм. то есть странные Балтии, они вот этим отличаются. и то есть после того, как распался СССР, да, возник новый, можно сказать, нарротиф в Литве, он характерен для всех стран Балтии, нарротиф об оккупации и о том, что ну вот Советский Союз в принципе от нацистского режима ну не очень не отличается. и то есть двойная оккупация была. Сначала нацисты, а потом Советский Союз. и в этом плане вот коллаборационизм он рассматривается как нацистский, да, так и вот с коллаборационизм с советским режимом, да, Юстас Полецкис, это первый председатель, президент Литвы в 40-ом году, который пришел, он вот является, сейчас трактуется как коллаборационизм Советским Союзом. Здесь он изображен вместе с представителем Советского Союза Деканозовым. Да, ты что Да, я вообще слышала, что там все эти прибалтийские страны, они были очень рады даже, потому что Германия вторглась на их территорию, то что думаю в связи с появившимися фактами, чтобы как-то противостоять коммунизму. там очень непростая история, они еще не очень на себе зациклены, как я заметила. Ну вот непростая она именно в том смысле, что вот этот нарратив он очень преобладает о вот этой советской оккупации. Вы наверное знаете, да, что ну вот как я сказал о том, что вот западноевропейская память она была основана на вот жертвах Холокоста и отражает это день 27 января памяти жертв Холокоста но есть еще и память о жертвах тоталитаризма тоталитарных режимов 23 августа вот и непосредственно этот день он как раз был ну продвинут представителями вот стран Баунс в том числе и для них вот это очень важно что остается ну вот таким вот болезненным да вот непроговоренным до сих пор да это конечно антисемитизм то есть коллаборационизм местного населения вовлеченность их вот в убийство евреев и это кстати говоря их ограничивает на вовлечение вот в эту общую европейскую западноевропейскую память является серьезным ограничением но понятно что они полностью не могут ну перечеркнуть это и замолчать поэтому возникает вот в обществе на множество дискуссий и ну вот исследователи учебников приходят к тому что вот из семи учебников которые они проанализировали только в одном учебнике есть упоминание о литовском фронте активистов да который выражал антисемитский взгляд в других учебниках вот этого нет и это вот такая проблема мы можем посмотреть еще ну здесь это не представлено да как изменилась выставка в Каунасе в 49 знаменитая крепость да где как раз уничтожали евреев и там соответственно сменилась табличка да что вовлечение местных людей там тоже убрали и возникла вот эта вот большая экспозиция по поводу по поводу репрессий в отношении литовского населения со стороны советской советского государства то есть вот этот вот жертвенный нарратив он в учебниках прослеживается очень четко и это тоже как бы некая некая проблема да для включения вот в эту общую общую европейскую повестку вот здесь мы видим фотография расстрела в панарах да это где были массовые убийства и я вот хотел бы вам зачитать небольшой отрывок из произведения Мария Рольникает и все это правда это очень интересный автор она пережила еврейское гетто в Вильнюсе она была в Вильнюсском гетто вот и Мария Рольникает и потом долгое время жила в Петербурге вот только в прошлом году она ушла вот и я вам всем рекомендую посмотреть ее произведение вот как раз как свидетель да она описывает эти события вот снова мрачные вести в панаре увезли семьи советских офицеров которые до сих пор держали в двух домах на улице Субачил и вот сегодня их увезли проезжая одна женщина крикнула возвращающейся в гетто бригаде где рабочий поселок панары нас туда везут на работу обычный обман то есть из гетто периодически вывозили разных людей ну вот не только из гетто но смотрите и советских офицеров тоже получен приказ гибицкомиссариата евреям запрещено рожать детей народ обреченный на истребление не должен рожать новое поколение всех увели в лукишскую тюрьму но это их не испугало во время первой акции желтых удостоверений когда надо было сутки пробыть семьей на месте работы их тоже закрыли на ночь в одной из отделений тюрьмы утром туда пришел начальник тюрьмы Вайс с несколькими гестаповцами и объявил что большинство рабочих уволено оставленных он вызовет по списку их отведут назад в гетто однако и на них прежние привилегии не распространяются с ними могут выйти только жены и дети до 16 лет родители братья и все уволены остаются здесь горсточка выпущенных вернулась в гетто остальных наверное угнали в панары да то есть вот в панары угоняли из гетто и из других тоже областей Литвы то есть это такое очень массовое массовое место расстрела и тоже интересно поисследовать а как оно изменяется вот такое место памяти да вот советское место памяти и сегодняшнее место памяти что там меняется хорошо давайте теперь вот из этого вот вот этой вот можно сказать восточноевропейской памяти перейдем вот западной европейской опять вот Германии опять же здесь специфика в чем что Германия строит свою память на негативных событиях да то есть вовлечение собственного населения в холокост и холокост это самое ну вот так можно так сказать событие которое структурирующее всю память это не всегда было так не всегда и память изменялась с течением времени то есть конечно очень серьезно повлияли дискуссии 60-х годов очень серьезно и конечно очень серьезно повлияли дискуссии вот 86-го 87-го 85-х годов знаменитый спор историков кто-то слышал про это про эти дискуссии историков спор историков он так называет никто не слышит но смотрите почитайте про это историк ноль был такой и он высказал мысль что возникновение вообще национал-социализма и этих действий национал-социалистов было связано как реакция на то что делали большевики и реакция на большевизм как таковой и что здесь нет ничего уникального в принципе в холокосте да ну это те методы которые уже были раньше опробованы в том числе в советском союзе и с этой позиции очень сильно начал спорить один из главных можно сказать не только историк но прежде всего философ Юрген Хабермас вот и он начал говорить что нет вы не правы господин Нольте потому что это то есть холокост уникален для нас для нашего общества и это наше это явление этот феномен он должен стать самым главным для нас и нельзя сравнивать один и другой режим да но он и Хабермас именно наставил на уникальности холокост вот и на самом деле вот из этого спора историков вышел победителем Хабермас ну и вообще вся вот это то есть там подключилось много а кто определял победителя победителя и определяла динамика в прессе пресс манипулирует я думаю что это не является объективным критерием я как раз считаю что ну это в общем прав просто из соображения политкорректности ему заткнули рот ну вот ну что такое заткнуть ну это победа не спортивная так сказать мифа не фэрплей ну что такое победа еще раз что такое заткнули рот когда у нас любая попытка представить исторические события не историческими это это голая пропаганда любое событие оно является историческим в том смысле что в нем действуют те же мотивы те же поводительные причины что и в массе других и попытка любое событие нет это абсолютно уникально давайте вообще об этом не будем не будем это ни с чем сравнивать и даже кощунственно это с чем-либо сравнивать это антинаучный подход ну еще раз да речь идет не о том чтобы сравнивать не сравнивать а чтобы ну оправдывать что ли национал это как раз приписываемая логика понять значит простить почему можно понять и не прощать но давайте не будем пытаться понимать давайте вот остановимся не будем очень близко к этому приближаться это голая антинаука это абскурантизм ну еще там был аргумент как реакция да то есть что национал социализм это реакция на большевизм что с этим ну вообще как бы позволите если два слова вообще так сказать утвердилось еще со времен Денауэра в немецком обществе такая точка зрения что что такое нацизм что такое третий рейх это несчастный случай это Германия сошла с ума это вообще невозможно объяснить это никак не связано с предшествующей ее историей просто вот снесло башню да целому народу и как раз когда прошло какое-то время и ноль-то не ноль то другие люди они стали говорить ну есть какая-то связь между нацизмом и событиями в других странах с предшествующими периодами это совершенно правомерная постановка вопроса так же как ну я не знаю у нас сказать давайте не будем сравнивать ни с чем старинизм но это вообще это за гранью понимания почему за гранью понимания все как раз человеческий гений способен осмыслить все что угодно поэтому любое или вот у меня например там ну это Сэм из другой оперы есть опыт там с людьми обсуждать историчность образа Иисуса вообще то есть реальный человек своей национальностью со своей там так сказать характером и так далее или это действительно какое-то трансцендентное явление если мы говорим об исторической науке то мы должны любое событие прошлого рассматривать как историческое и попытки под любым соусом объявить его вне историческим должны пресекаться или по крайней мере осуждаться и говорить о том что люди которые стоят на этих позициях они одержали верх ну это как на мой взгляд неверно и аморально таких людям надо давать по рукам когда они говорят не надо об этом говорить не надо это выше нашего понимания или это тем самым мы значит каким-то образом там память жертв значит затрагиваем не секрет что сейчас в России многие говорят не надо там 28 панфилов подвергая сомнению этот миф мы тем самым оскорбляем жертв миллионов значит память жертв миллионов миллионов жертв войны ну всем же понятно что это ерунда полная особенно когда это говорит министр культуры который приезжает навстречу на немецком автомобиле ауди и говорит ну это смешно он лично понятно что никак не страдает там не не рвет на серую башку он просто затыкает общество рот это надо осудить точно так же как и попытка представить нацистский режим что-то как нечто внеисторичное а можно тоже помешать да пожалуйста пожалуйста конечно просто про спор историков дело в том что спор историков возник не в историографии а в отличие от спора он сразу вышел на общенациональные газеты то есть спор шел не внутри исторического цеха а шел в целом в целом германском обществе и он ложился как раз на попытки некоторых политиков того поколения 80-х годов второе поколение которые лично уже к войне отношения не имели попытки нормализовать нацист нормализовать то есть это была идея что ну да у всех было плохо в обществе мы и ноль-то с его выступлением которое совершенно с точки зрения исторической науки было правильно и тут я с вами согласен то есть историки действительно все пытаются сравнить поставить в ряд в какой-то уникальность для историков уникальность кажется ненормальным значит мы что-то не поняли но в том контексте как она появилась да еще сразу в газетах а не внутри какой-то исторической науки это было воспринято как часть вот этого общего попытки нормализации нацизма и именно поэтому вызвало такой отпор Хабермаса который историком ведь не было он действительно философ и это вот этот большой спор историков таким образом но дело в том что с него началось переосмысление того что такое историческая наука вот это одна из поворотных точек после чего появились исследования памяти и мы стали говорить о том что к той истории которую мы еще не пережили где есть травма мы относимся не так как к той истории в которой есть дистанция то есть вот нельзя говорить про нацизм нормализовать его и ставить в ряд потому что мы его не изжили или про сталинизм мы его еще не изжили мы вот сталинские репрессии как общество не переосмыслили не пережили эту травму и поэтому мы не можем его как историки просто вот в ряд других каких-то. Я с вами согласен, но простернизм как раз ведь так и ставят многие вопросы, что его не надо переосмыслить, его надо просто осудить, просто осудить, не рассуждая, не вдаваясь. Ну что это такое? Это абскурантизм. И да, и спор историков закончился, да, действительно, тем, что нуль-то оказался просто и... Но он вытеснен был в правой лагере. Вытеснен, его, в общем-то, университеты перестали, умер недавно в прошлом году. Да, видно, что человек просто обозлился, но его затравили, по сути дела. То есть, нет, нуль-то мне тоже жалко, как коллега-историка, но контекст надо понимать, что спор был гораздо шире, и понятно, что он в том ряду рассматривался. Да, и опять же, смысл истории немножко по-другому, профессиональные истории немножко по-другому понимаете. Прошу прощения. Да, все, именно этого и хочется, таких живых дискуссий, да, и речь же не идет о том, что дискуссии все прекратились. Как раз вот спор историков, он и вот вывел эту тематику на новый этап этих дискуссий. И дальше, конечно же, в 90-е годы там была, ну, серия разных скандалов, ну вот в частности, скандал с ролью вермахта, да, и выставкой о вовлечении солдат. Ну, то есть, существовал миф, что, ну, все эти ужасы, это истребление совершали только СС, да, специальные части, а не зацгруппу. Но не были вовлечены бравые солдаты, да, обычные солдаты. Нет, вот, все-таки после определенных исследований и вот этой выставки, такой мобильной тоже передвижной, которая прошла по всем городам, общество поняло, что и вермахт тоже был вовлечен непосредственно. И в этом плане, ну, есть такая тоже достаточно серьезная дискуссия, что вот Германия является такой вот неким эталоном, как надо работать с памятью, то есть постоянные дискуссии возникают и не утихают. Да, последняя, например, дискуссия связана с памятником, знаменитым памятником, убитым евреем Европы, который установлен в начале нулевых годов. Прямо в центре, да, вот они установили этот памятник, это стеллы, может быть, кто-то был в Берлине и видел их, да, такой вот абстрактный памятник, то есть ты идешь и как бы теряешься, то ли это гробы, то ли это что, то есть ты в каком-то лабиринте, то есть от маленького до большого такие стеллы там установлены прямо в центре, около Бранденбургских ворот. Да. Я не была там, но я читала отзывы по поводу этого памятника, потому что там люди, там люди часто не понимают, что это такое, делают там глупейшие селфи. Вот, я к этому, что скандал был связан именно с этим, да, что как относятся к этой, к этому памятнику сегодня, то есть устраивают пикники, бегают по этим стеллам, и один израильский сатирик Ширах, он сделал такой проект, называется Йолокос, да, то есть он наложил селфи эти, да, вот которые люди вывешивают в фейсбуке с этим памятником, да, на, ну в общем ужас, да, на вот эти вот тела, на эти горы трупов и так далее, и вот вывесил это все в интернете, существовала страничка, она до сих пор существует, вот, где можно было посмотреть, да, то есть не на фоне этого памятника, уже абстрактного, да, а на фоне эти селфи оказывались вот этих вот трупов и этих гор, и возник новый виток дискуссии, а что с этой памятью, что с этими памятниками делать, и, в принципе, ну к этому можно тоже по-разному относиться, вот Питер Айзенман, архитектор самого создателя этого памятного места, говорит, что, ну в принципе, да, и так и предполагалось, что, ну эти стеллы, да, они вот стоят, и там, ну, общество их обживает каким-то образом, да, то есть делает, хочет пикники там делать, ну пускай делает. Вопрос в чем? Как мы вообще, и это тоже серьезная такая дискуссия о памяти и как мы воспринимаем эти памятные места, эти памятники. Возможно, вот эти селфи, да, и вот эти постоянные фотографии, это наш сегодняшний современный способ коммуникации, да, с этим памятником, что не сделав селфи с памятником, мы не поймем, мы как бы, мы не утвердим свое присутствие в этом, ну, на этом месте, да? Мне вот хочется, просто с вами, еще бы, тут про Венгрию не указано, но я знаю, что в Венгрии есть памятник, выполнено в виде обуви, которые снимали евреи перед расстрелами, там, и вот он такой более понятный, но то его тоже многие непонятные, многие фотографируются там без этой обуви, фотографируются, тоже там реакция общества самая разная, кто-то, кто-то даже на подсушен, начитал такую историю, что там выкинули обувь в речку, потому что бесило постороннего человека, и ему разум устало учить. Да, 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 ну, то есть вот эти вот дискуссии, они все вот сейчас, вот до сих пор, вот в Германии это все живет, да, и на самом деле существуют массовые программы, да, для школьников, поездки вот в музей, которые созданы в бывших концлагерях, то есть массово людей, прям школьников вывозят туда, это тоже очень большой вопрос, а нужно ли это делать, и, конечно, но вот эти существуют программы, и существует знаменитая вот эта вот акция «Ко мне преткновение» на Штольперштайне, когда ты идешь на мостовой, вот у тебя камешек, здесь жили евреи, да, то есть они оттуда их, условно говоря, увезли, да, когда происходил Холокост, да, аналог здесь в России такого же проекта, интересная, кстати, такая трансформация, да, такой культурный тоже трансфер, последний адрес, да, проект, когда, но у нас в виде табличек на домах, да, вот Женя одна из активисток этого проекта, и тоже вот люди смотрят, да, согласовывают тоже с жителями домов, да, то есть это сами жители подают заявки, то есть есть там заявители, и вывешивается такая табличка, что вот в этом доме жил там с такого-то по такой-то год, инженер, там, врач, рабочий и так далее, разные профессии там и так далее. И кого расстреляли потом. Вот, да, и вот, и указаны, соответственно, кто расстрелян, кто репрессирует. Вот Германия, да, то есть это такое вот действительно, ну вот, можно сказать, эталон, да, опять же в кавычках, эталон, каким образом можно работать с памятью, потому что к этому тоже масса вопросов. То рекомендую вам книгу «Алида Асма», да, вот, «Новое недовольство культурной памятью». Вот там она описывает всю критику, которая существует сегодня, связанную вот с и новыми людьми, новыми гражданами Германии, кто приехал. Ну, нужно ли их возить там в концлагеря? Зачем это нужно делать, если да? Если мы говорим, что да, вот нужно нам вот сирийских беженцев возить в концлагеря. Зачем? Там музеи этих концлагерей. Да? Потому что нам нужно формировать какую-то коллективную идентичность, да, не только как вот, например, Долуцкий говорит, что нам нужно искать и удивляться истине какой-то, а нам нужно формировать какую-то гражданскую идентичность. А что, на каких основах это должно делаться? И это вот вопрос. Ну, давайте и уже к нашей богоспасаемой Родине. Ну, здесь мы, конечно, все с вами эксперты, сами все знаем прекрасно, понимаем, видим, как это все развивается, сколько здесь скандалов. И мы понимаем, да, вот как тоже, как граждане России, мы видим, вовлечены во все эти дискуссии, что, ну, монолита нету. Да, в учебниках определенным образом это представляется, то есть, например, пакт Молотова-Риббентропа, да. Что это? Ошибка, необходимость, нужен был этот пакт. То есть, вот, на самом деле, как я понимаю, вот вижу по цитатам, да, вот политика СССР весной-летом 39-го года продолжает вызывать споры в современной отечественной науке, которая так и не сформулировала однозначной и четкой позиции по этой проблеме. То есть, это скорее такой вопрос, который выносится в классе. Но это, опять же, вопрос, выносится ли это самим педагогам, как вопрос дискуссии, или говорится о том, что да, пакт Молотова-Риббентропа был необходим. И, соответственно, для нас, конечно, характерно, что вот существует вот этот вот дискурс о Великой Отечественной войне. То есть, у нас интересно, у нас есть Вторая мировая война в рамках зарубежной истории и Великой Отечественной войны. То есть, ни в одной из этих стран, ну, то есть, ни в Италии нет Великой Отечественной войны, ни во Франции, то есть, ну, ни в Литве нет Великой Отечественной войны, ни там в Чехии нет Великой Отечественной войны. Великой Отечественной есть только у нас. Почему? Как вы думаете? Ну, Великой Отечественной, потому что СССР же, по сути, выиграла, потому что она стала одним из руководящих, плюс это была громадная страна, там скуча имела, скуча относительно небольших народов, ну, тех, кого поглотили в результате, поэтому сделать Великой Отечественной войны. Ну, выиграл, а, ну, условно, там, союзники тоже выиграли. Почему у них тогда нет Великой Отечественной войны? В Соединенных Штатах Америки. Там же нет Великой Отечественной войны в Соединенных Штатах Америки. Ну, всё упирается в размер ставок вообще в истории, в оценках упирается в размер, что стояло на кону. Только в России на кону стояло политическое и во многом, наверное, биологическое существование народа. То есть ставка за проигрыш была не только утрата государственности, но и, скорее всего, гибель культуры, вне всякого сомнения, и гибель десятков миллионов людей. На этот счет, по-моему, есть полный консенсус, тут нет смысла дискутировать о чем-то. И поскольку этот сценарий не сработал, он был сорван, поэтому, конечно, это называется Великой Отечественной войной. Ну, исторически мы знаем, откуда это пошло. Это из речи Молотова еще. Но, так сказать, в данном случае товарищ Молотов, он очень праведчески это, видимо, придумал, это словосочетание. Потому что оно и с исторической точки зрения, и с психологической, если хотите, и с социологической, оно, в общем, оправдано. Потому что, ну, молодые люди, наверное, не помнят. Я помню, когда, значит, ну, лет 25 назад, когда, знаете, вот, идеология поменялась, тоже были предложения отказаться от этого названия. И такие очень историки, которые считали себя очень прогрессивными, очень передовыми, они предлагали перейти в советско-германская война. Вот это идеологично, корректно, научно достоверно, давайте назвать так. Но это не прижилось. Именно потому, что, конечно, и с точки зрения народной памяти здесь больше это вызывает переживаний, даже у людей далеких от истории, не знающих историю. Но каким-то образом они все-таки уловили, что так нельзя ставить вопрос. Это не была война, там, как война Италии, вот в Абиссинии, например. Могли эфиопов победить, могли им проиграть. По большому счету это не сильно что-то меняет. Здесь, в случае проигрыша, на кону стояло слишком многое из национальных символов и национальных, как говорится, сущностей. Более, что это на мировой войне, отдельно у нас уже выделяется еще советско-финская война. Ну, подкопы там все как бы в глубине души согласны, чтобы были агрессорами, то ее в Великой Отечественную не включают. Я в школу окончила 10 лет назад, что у нас вообще советско-финскую войну толком не упоминали. Я вам больше скажу, я помню в журнале «Новая и новейшая история» была большая дискуссия на тему, является ли советско-японская война 1945 года частью Великой Отечественной. И в конце концов решили, что нет, не является. Что Великое Отечественная все-таки завершилась 9 мая 1945 года. Правда, тоже непонятно, каким образом Берлинская операция спасала Россию. И были предложения ограничить 1944 годом, что выходом Красной армии на советские границы и дальше там освобождение Европы, оккупация Европы. Это кому как нравится. Или выполнение тегеранских договоренностей. Но в конце концов, де-факто, хронологические рамки Великой Отечественной войны установлены с 22 июня 1941 по 9 мая 1945. Все, что до и все, что после, это участие в Советском Союзе во Второй мировой войне, но не Великой Отечественной войне. Ну, Валерий, да, возникают все равно споры и возникают... Да, в учебниках это представляется сегодня так. С другой стороны, если вот там на самом деле вот АТАПО, они сделали еще небольшую такую выставку советских учебников. На самом деле, вот если так приглядеться, посмотреть, то немножечко меняется все-таки нарратив вот с точки зрения, да, вот советского, советский нарратив, да, ну, появляется вообще роль церкви, да, вот в советских учебниках этого еще не было. Здесь это уже возникает. Не те изменения, которые могут радовать. Да, возникает роль, да, возникают новые понятия. Кстати, вот к теме Холокост, да, с 2004 года у нас он входит тоже в экзамен по ЕГЭ и тоже входит, если посмотреть на историко-культурный стандарт 2015 года, там тоже есть это понятие, вот в рамках оккупационного режима, да, и это связано тоже с общими трендами, да, вот в 2000-2000... Правда, термин Холокост, вот в глоссарии в конце учебника объясняется, что Холокост это политика истребления нацистами еврейского, цыганского и славянского народов в рамках там расовой доктрины, что-то такое. То есть вопрос, да, а как мы понимаем саму концепцию Холокост действительно и какие группы жертв стоят за этой концепцией, это тоже большой вопрос. Или как задают вопрос школьники обычно, за что же все-таки Гитлер так евреев не любил? Вот, ну вот смотрите, да, то есть и все-таки, все-таки потихонечку этот нарратив меняется, но для нас вопросом остается, да, то есть как мы выстраиваем вот эту общую память. То есть эта выставка организована все-таки Гражданским форумом ЕС Россия, да, она не случайно организована, она возникла тоже, ну, как реакция вот на те конфликты и можно даже сказать воины, есть такое понятие, воины памяти, да, которые нас сегодня раздирают. И связаны эти воины памяти вот как раз вот с этой темой, с темой Второй мировой войны или как вот в российской традиции или советской традиции, да, в Великой Отечественной войне. И вот здесь для нас, вот как для общества, для историков возникает вопрос, а как выстраивать этот диалог, да, между разными группами? Как не замыкаться только в одном нарративе, да, как выходить вот за рамки вот этого национального нарратива? Как, как, на ваш взгляд, вот может быть у нас сейчас немножечко еще времени осталось, может быть мы сядем вот в кружок и обсудим этот вопрос. Как вам идея? Давайте. У всех есть стулья? Да, у всех практически. Ну вот если что, можно стулья вот здесь еще взять. Есть ли, может быть, какие-то еще высказки о тех, кто вообще не говорил? Вот у нас есть спикеры, которые очень много, комментировали. А вот может быть у кого-то возникла какая-то мысль, идея, что-то, захотелось о чем-то поговорить, подискутировать после вот этой выставки. Потому что надо еще список книжек скинешь в фейсбуке, чтобы там все почитать больше было охвата аудитории. Список книжек, которые какие-то имеешь в виду? Ну, то, что ты упоминал там свои встречи. А, ну, Алида Асман, да, в принципе, да, это возможно, вот в группе в фейсбуке у нас есть. Потому что это удобно, чтобы там больше народу заинтересовалось этим. Угу, угу, хорошо. Сложно, да? Ну, вот с последней темой связанной. Я подумала, что даже если Великую Отечественную войну не выделяют в контексте Второй мировой, то, в принципе, именно такое выделение более узкое, но не уникальное явление. Потому что, допустим, американцы, у них есть что-то подобное с Семилетней войной и войной с Франчин-Индиангулой. То есть, в принципе, они понимают, что это немножко разные вещи, но некоторые их как синонимы используют. Ну, вот на твой взгляд, как выстраивать этот, ну, вот сегодняшний диалог? Вот есть вот Великая Отечественная война, и мы можем вот воспринимать, что это наша победа, мы самые главные, мы победители. И тогда вот с такой позиции, как говорить? И вот у нас Великая Отечественная война, а вот там, вот за границей, там Вторая мировая война. Как про это говорить? Что, ну, как говорить о школе, и как об этом говорить вообще об обществе? Как, ну, давайте поговорим здесь не все-таки не педагоги, которые вот к школе непосредственно относятся, да? Может быть, про общество действительно поговорим. Ну, это для того, что, мне кажется, должно быть представлено мнение о том, что, ну, история на по-разному воспринимается одно и то же событие в разных странах, и поэтому просто представить, дать возможность людям, во всяком случае, докопаться до того, как это действительно выглядит в другой стране. То есть представить разные нарратины, да, вот версии? Да, я акцентирую внимание на одной точке зрения, сейчас уже начинается какая-то, скорее, манипуляция тонкими материями, как бы я говорил один человек. Вот, и вообще, ну, мне кажется, что должно быть разное. Ну, у нас вот есть сейчас, в принципе, вот учебник зарубежной истории, там Вторая мировая война. А вот есть учебник по... Нет, ну, 42-я мировая война, она как бы представлена с точки зрения виды, которые находятся и пишут эти учебники в России. Ну, вот, а как по-другому? Ну, по-другому как раз, вот как эта выставка представляет возможность посмотреть разные источники, разные источники права. То есть такой вот учебник, который... Мы считали про общество, не про учебник. А, ну, окей, да. Ну, давайте, да. Ну, то есть если про работу с обществом, окей. Тут просто вопрос, если мы говорим с учебником, все понятно. А как детям преподают историю через учебники, а когда мы говорим про то, как преподают общинку, то возникает вопрос, надо сначала выделить метаканалы, через которые, там, с заявлением публичных лиц, что это, как бы, через что идет построение дискурса для взрослых, а не для школьников. Ну, поэтому, в принципе, сейчас не очень понимаю, как можно говорить о дискурсе для общества, его выстраивание. Ну, а отчеты здесь не понимаешь? Ну, это я не понимаю. То есть для меня мы можем говорить о том, как дискурс делать для школьников, но довольно сложно искать какую-то определенную точку. как-то стучаться до общества. Или зачем вообще общество на этом заморачиваться? Нет, 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 так вопрос не стоит. То есть, в принципе, да, что мы смотрим, как те вещи, те источники, которые конструируют дискурсы для общества. Ну, вот, например, да, вот эта выставка. Вот она собрана из, действительно, разных фрагментов учебников. Ну, как я понял, вот, предыдущего, да, оратора, то есть, все-таки для общества мы можем представить разные точки зрения, а для школы уже это проблематично. Да, ну, может быть, действительно, может быть, сузим, может быть, действительно про школу. Вот в школе реально представить вот разные версии на явление? Я думаю, что в школе сложно представить разные версии, но можно сказать о том, что существуют другие точки зрения, потому что в любом случае, поскольку, если мы говорим о государственных школах, то вероятность того, что это будет возможно сделать чисто технически, очень сложной. Да, потому что учебники же должны быть одобрены. Да, одобрены учебники не допускают. Ну, да. Мы просто, да. Вы не обязаны толпичить по учебнику. Нет. Вы можете сказать, что вот в учебнике вы можете ознакомиться с такой точкой зрения, а я вам хочу еще добавить, если вы доверяете мне как эксперту, как профессионалу, я могу еще кое-что к этому добавить. Если я за пределами учебника ничего не знаю, то, да, дети, вот подходит учебник, почитайте, что я еще могу вам сказать. Действительно, это зависит от министерства педагогии. Например, мне историю преподавали только по учебнику. Да. Это основные вылезы. Это выходит за рамки учебника. Оттуда вы не знаете. Потому что наша учительница истории, она хранила в подсобке, в шкафу спрятанные учебники, она говорила, вот это хорошее, только никому не говорите и не показывайте, потому что нельзя, иначе нет. Как говорил один мой коллега, когда учитель заходит в класс и закрывает дверь, никто не может проверить, что он там говорит. А это она боялась. Но она боялась, это может быть особенностью ее психики. Вот смотрите, да, вот пример Франции и Германии. Вот они, эти два государства, два общества, они делают совместные учебники. На самом деле, вот в девятнадцатом веке, даже в начале двадцатого века, вот Франция и Германия были, в общем, ну так сказать, заклятыми врагами. Одни там лягушатниками называли, другие там вороны. Их вражда привела к первой новой мере. Да. То есть, и на самом деле, вот сегодня невозможно, наверное, представить, ну вот вражду между этими двумя государствами, двумя обществами. Да, и это некое следствие вот этой вот работы, в том числе и историков, и педагогов на разных уровнях, и вот франко-немецкого вот этого диалога. Вот возможно ли и как представить, ну например, такое же, условно говоря, развитие, например, между, условно говоря, Польшей и Россией, да, чтобы были польско-российские учебники, на ваш взгляд? Я думаю, что обсуждение невозможно, потому что тут к истории еще помешиваются идеологические факторы, потому что у нас в стране, как ни было, эти коммунистические движения, они еще все-таки довольно сильные. Вот этот сталинизм с трудом искореняется. А то, что в Польше коммунистической идеологии очень такое тяжелое отношение, там очень сильны правые движения, а в левые там очень слабо, потому что, может, к сожалению, допустим, польско-литовские учебники совместно еще можно как-то выпустить, потому что у них частично идеологии схожи, хотя тут тоже довольно сложный вопрос. Но польско-русские учебники, это будет очень тяжело, потому что у нас в большинстве учебников, в части источников, то, что красный, и как у нас сейчас пропаганда, к сожалению, усилуется, Красная Армия, это воин освободитель Польши, Красная Армия, совершенно иное отношение. То, что с Польшей рассматривают уже Варшавское восстание, которое никак нельзя не упомянуть в этом контексте, но Красную Армию они считают предателями, потому что они стояли на другом берегу Веслы, когда немцы громили город, ну плюс, конечно, русские войска, которые там были в состав армии Власова, тех же Дерневангера, Каминского, которые громили Варшаву, там резню просто устроили натуральную, международные, не только в Астанце. Потому что это очень сложный вопрос. А чтобы разговор дальше интереснее пошел, а я скажу, что да не надо никаких этих совместных учебников, почему я как налогоплательщик должен оплачивать какие-то там истории про то, как мой дедушка, видите ли, плохой был. Прекрасный у меня дедушка, лучше всех. Страна у меня, люблю я ее. Кругом какие-то лягушатники, какие-то мусульмане, китайцы. Для чего мне с одними совместные учебники моим детям? Не хочу я, чтобы они утратили скрепу свою, идентичность в этом мире, глобализации. Это потом, что брать еще, скажите, однополые, давайте ведем. Не надо. Да, вот есть как есть. Учим, неплохо учим. Меня неплохо выучили. Разбираюсь я в этой истории. Кто захочет, сам в архивы пойдет, почитает. А детям не надо. Чего вдруг? Я, младоплательщик, должен оплачивать вот эти все выставки ваши такие интересные, пропагандистские. Ну, следствие, да, следствие вот этой позиции какое? Мы видим мемориальные, да, войны, да, войны памяти. Я считаю, что дети в школу ходят для того, чтобы историю знать вот это вот все. Это потом, это для некоторых. А уходят туда остановиться русскими. Ну, то есть, как бы, да, это машина для создания нации. И, как бы, вот я хочу, чтобы вот там в школах нацию и создавали. А не всякие вот эти ваши. Так, былины, пусть уже зачем? Ну, во-первых, да, то есть все ли согласны с тем, что вот нужно нужно становиться русским? И что такое вообще становиться русским в школе? Ну, это вообще задача, вообще, постановка вопроса, зачем? Зачем? Россия, это очень много национальной страны. У нас сейчас еще противоречий много, то, что от петербуржцев и гермонадзов, то, что есть у нас все-таки такое регионалистическое течение, то, сравнить с той же Чечнёй. То, что вот самый яркий пример вот такого запада, относительно либерального запада и центральных городов. И очень патриархальный... Чуть вы не сделаете русским, Павел. Но президент Штей может быть президентом России. Да, ну что, давайте я спрашиваю Кадырова, какие мне учебники в школе писать. Это их проблемы, значит. Будем делать потихонечку, потихонечку. Нет же уже ни кривичей, ни вятичей. Вот, скоро доберемся. Ига уже нет. Вот, доберемся, спокойно. Еще лет 200 нормальных учебников. А для вас идентичны такие понятия, как русский и россиянин? Или это все-таки разные вещи? Вот в этой вашей концепции сделание русским в школах? То, что в историко-культурном стандарте... Давайте, что-то интересное. Да, идентично. Идентично. Ну, тогда это никак не расходится с тем, что в историко-культурном стандарте у нас написано, в принципе, да, формирование российской гражданской идентичности. И здесь вот вопрос, на самом деле, возникает. То есть, кому мы включаем вот в эту российскую гражданскую идентичность? Какие группы представлены в истории, вот в нашем этом нарративе, да? Вот, например, почему представлен здесь сейчас Холокост у нас с 2004 года? А там в советское время, там, в 70-е, 70-е годы Холокоста не было. Почему? Потому что была позиция Советского Союза в израильском конфликте. Это отдельная тема. Я просто, ну, как приятно... У нас сейчас тоже позиция есть. Ну, она не такая однозначная, как в конце этого времени. Мы даже КамАЗ принимаем. Ну, Путин вчера, например, министром Израиля встречался, раз и такое в советское время можно было себе представить. Это другая тема немножечко. Ну, приятно всегда поддерживать Стёб. Но я хочу сказать о другом. Почему вот несколько сетей назад создавались совместные учебники, была совместная дружба, продолжалась эпоха просвещения. Казалось, что войны возникают исключительно в силу недопонимания какого-то комплексов, недоверия. Если, например, на уровне учебников это недоверие между соседними нациями целенаправленно изживать, то, в общем, и войны завершатся. Сегодня понятно, что мир вступил в этап новой трансформации. И можно вспомнить, такой есть политический мыслитель, Карл Шмидт. У него, к сожалению, он плохо себя вёл. Он лояльно относился к нацистскому режиму. Поэтому он был запрещён. Память о нём была запрещена, но в последние годы его реабилитируют. Хотя он, конечно, и гад был, и фашист, но он был очень умный. В смысле умный гад, да. И его теоретическое наследие, конечно, достойно, в общем, пока имели знакомства. У него есть такая замечательная фраза, что что такое политическое вообще? Какая квинтэшенция политическая? Политическая – это умение выбирать себе врага. Очень глубокая мысль. То есть он мой враг не потому, что не по дразумению, а потому что реально наши интересы расходятся. Вот говорим мы Россия и Польша. Но если мы посмотрим за отношения двух стран, усиление России означало ослабление Польши. И наоборот. Это продолжалось столетиями, начиная, я знаю, со смутного времени. Понимаете? Да, вот я с большим интересом почитал стенд, посвящённый Польше, и, в общем, убедился в том, что, конечно, история Второй мировой войны фальсифицируется в польских учебниках, если они тождественными изображают советский и нацистский режим. Но как можно это делать, зная, что нацисты, их принципиальная позиция была никакого польского государства, в принципе, никакой польской культуры, и советский, который выступал за дружественную Польшу, и церковь католическая, в общем, там существовала. Ну, понятно, что это... И в том, и в том случае было некое подавление, но силы этого подавления, масштабы этого подавления были несопоставимы. Что здесь может сделать Россия, чтобы пояков изменить? Ничего. Ничего. А себя? Девушка очень мило, конечно, говорит, что надо там покаяться за сталинизм, ещё за что-то, но исторический опыт свидетельствует, что сильная Россия опасна для Польши, и поляки это прекрасно понимают. И вот этот факт мы никак изменить не можем. Смотрите, во Франции и в Германии тоже был свой исторический опыт, и тысячелетия они враждовали друг с другом. Прямо реально они бились и в войны, и Первая мировая война, и Франко-Крусская война, и Великобритания. Ну, с семилетней войны и до Второй мировой. Это очень небольшой период. И сегодня нельзя представить более тесных взаимосношений. Так зачем нам воспроизводить эту историческую логику? Мы понимаем, что в истории были эти конфликты. Но можем ли мы вот рационально, вам нужно, условно говоря, вам нужно вражеское государство около своих границ. Оно вражеское... Нет, вам лично нужно оно? Подождите, подождите. Вы мне задали вопрос, значит, я будем выбрать разные варианты ответа. Я знаю, что оно будет вражеским по-любому. Почему? Я выяснил, почему. Потому что это какая-то геополитическая коллизия. Геополитическая коллизия, окей. Но вот если не аргументировать с помощью каких-то геополитических коллизий, вот... Знаете, Маргарет Тэтчер один раз сказала хорошую фразу, что атомную бомбу невозможно изобрести назад. То есть можно сколько угодно говорить о том, как прекрасно было бы мир без ядерного оружия, но оно есть. То есть так же с геополитикой. Она есть. И она... У нас это прям геополитика в историческом контексте. Все соседние страны то ссорятся, то мирятся. Причем во всех странах. Ну вот смотрите, вот еще раз. Франция, Германия. Вот они помирились. Они помирились. Тема, например, вот возможно ли сегодня представить... Ну окей, да, вот сейчас такой пример. Польша, Германия, опять же. Да? Ну да, там возникают вот те же споры вокруг тех людей, тех немцев, которые... Ушки. Да. Мы сейчас на самом деле заканчиваем уже, потому что 7 часов. Так что, ну да, на самом деле так и предполагалось, что уже дальше свободная дискуссия. Но еще раз, да, есть на самом деле примеры, когда с помощью, ну вот, некоторой работы, да, разных людей, разных специалистов, историков, общественных деятелей, все-таки эти нарративы сглаживаются. И все-таки вот, ну, вражда, ну, если ты сейчас заявишь там в Польше, что Германия наш главный враг, что было, в принципе, нормально, там, условно говоря, в 30-е годы, да, то он на тебя довольно косо посмотрит. В 30-е годы, да почему же вы получите договор? Нет, я, в принципе, допускаю такое, хотим, что будут германо-польские отношения, совместные учебники, то, что, и российско-германские тоже вполне реально, совместные. А, российско-германские, а как они могут возникнуть? Германия, они как-то идут больше на смягчение, больше такого либерализма немцы. Я читала такую гипотезу, что немцы, они чувствуют до сих пор свое виново в Второй мировой войне, что они идут на смягчение. И вот почему у нас, например, российско-германское сотрудничество такое активное? Потому что Бутина знает немецкий язык. Да. хорошее завершение, да. Германское тоже активное. Да, да, вопрос, есть ли это сотрудничество, вот, у историков, да, именно практикующих, и которые именно вовлечены в создание учебников. Понятно, что исследования могут быть совместные, а вот именно создание учебников, это очень серьезный вопрос. И это именно создание такой вот, действительно, инфраструктуры для вот этой вот культурной памяти. И, конечно, вот этот вот у нас сейчас, как бы, фокус на учебниках, это тоже только один из возможных вариантов, потому что в современной ситуации с развитием технологий, цифровых технологий, с развитием разных источников, доступностью архивов и так далее. Учебник тоже, ну, вот мы все время там говорим так, что учебник, 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 но он тоже уходит на некую периферию, вот, но все равно он является таким, даже вот по этому культурно-историческому стандарту, таким вот, ну, о неким ориентирам, да, для педагога и для школьников. И здесь, конечно, мы ничего, ни слова не говорили о самих педагогах, какая их роль в классе, какая, потому что можно какие угодно учебники написать, но если у тебя педагог-сталинист, он и будет тебе рассказывать определенную, определенную историю, то есть здесь на самом деле вот для нас, для исследователей вот важно смотреть вот на разные эти аспекты. Вот мы только один из нарративов сегодня поисследовали и вот у нас понятно, тут у нас в прошлый раз была дискуссия, то есть консенсуса пока что нету, а как нам выстраивать этот нарратив, и это, кстати, очень характерно, потому что вот Германия говорится, что там больше вот этого консенсуса, больше как выстраивать сам нарратив, а у нас действительно мы вот вроде бы даже собрались даже из одной сферы, то есть университетской, педагогической, но вот эти дискуссии они с нами, и понятно, что монолита никакого нет, монолита никакого нету, но вот для вас как исследователей нам надо вести каким-то образом вовлекаться в выстраивание этого нового нарратива, этот нарратив, учебник, он историчен, это надо понимать, что он изменяется, он изменяется у нас в России, он изменяется очень быстро, то есть еще в 90-е годы, я вам процитировал, был Долуцкий, да, а сегодня уже совершенно другой нарратив, ну как, акценты сместились, да, и многие, даже педагоги, когда здесь было открытие выставки, говорили, что уже вот эти даже учебники, которые проанализированы, они уже устаревшие, и уже вот новая линейка возникла, да, учебник, поэтому, и это тоже интересная динамика, почему у нас вот каждые там, условно говоря, пять лет, да, новые, как бы, концепции. А вы действительно не знаете ответа на этот вопрос, или вы просто риторически подвисаете его возник? Я заканчиваю и завершаю. Или вы настолько оторваны от реальности, что вы всерьез говорите, а может быть, нам создать вот новую концепцию российско-немецкого учебника? Да, я думаю, что не так все просто, что есть некий Путин, да, который там сидит и управляет, да, вот этой всей концепцией, что мы как, это вопрос тоже и к нам, и наши ответственности, вы как, да, и мы как все, да, условно говоря, вовлеченные в историческую проблематику, наша ответственность где? Вот, есть там, условно говоря, исторические общества, да, так далее, военные исторические, а где вот, условно говоря, другая точка зрения, где вот эта альтернатива? и какие механизмы изменения этого нарратива. Это действительно, с одной стороны, риторически, потому что у нас времени нет на обсуждение. Но я вас приглашаю, у нас будут семинары, во-первых, в понедельник, всех приглашаю, будут семинары про депортации, про немцев мы будем говорить? Немцев и финнов. Про немцев и финнов. Вот в прошлый понедельник мы говорили про Холокост. И как он, вот, Холокост где-то здесь, про Ленинградскую область, про Пушкин, формулу скорби. Вот, кстати, тоже, вот, тема в музейном пространстве практически не представлена, да, там, в Царском селе, в Екатерининском дворце. Вот, и будут у нас еще экскурсии, вот, по пятницам у нас весь март, и, в принципе, если у вас есть еще желающие, то можно еще на какой-то другой день договориться. Вот, и, но это должно быть заранее согласовано, потому что вот у этого пространства, у ОПО, есть тоже своя, ну, свой режим, в котором мы тоже должны подстраиваться. Вот. А вам большое спасибо, что пришли, что интересуетесь, вот, и давайте исследовать, да, исследовать активистки, исследовать и вовлекаться и в дискуссии, чтобы было больше общественных дискуссий, потому что только через дискуссии этот нарратив меняется. Да, вот, последняя книжка Дэвида, Дэвида Арта, да, вот он как раз исследовал, как изменялась политика памяти именно через общественные дискуссии. Вот, больше дискуссий, чем больше дискуссий у нас будет, тем больше изменений у нас будет в нарративе. Спасибо. Всем спасибо. Спасибо.